Смотри, фонарик. Переделанный под аккумулятор. Аккумулятор от телефона примерно вот такого вот размера. На аккумуляторе от телефона указан плюс и минус. Вот, здесь я его поместил в этот отсек, где должны находиться батарейки. Соответственно, раз, два, три. Батарейки. Батарейки недолго, поэтому это нецелесообразно. Фонарик нужен всегда. Яркий. Какое решение? Решение очень простое, с одной стороны. Поставить аккумулятор от телефона, от старого, в фонарик. Что для этого нужно? Для этого нужен фонарик, вот такой вот, из фикс-прайса. Дальше. Разбираемся, что внутри. Внутри получается два светодиода. Один большой, другой маленький. Выключатель, вот такой. И резистор, вот такой. Дальше. Теперь нужно определиться, где, какой вольтаж аккумулятора, сколько нужно подавать напряжения на этот фонарик и с питанием, с зарядкой самой. У стандартных аккумуляторов от телефона вольтаж 3,6-3,7 вольта. Здесь он написан. Там емкость здесь у этой батареи 1500 миллиампер, якобы. Дальше. Схема простая. Это светодиод, резистор, два провода, ну, и выключат. В качестве разъема питания использован тюльпан. Самое простое, что можно придумать. Плюс-минус, плюс у меня находится центральной клемме. Минус. Это клемма боковая. Дальше. Что касается блока питания. Блок питания можно взять, например, от того же старого телефона. Припаять к нему, соответственно, на центральную жилу, плюс на боковую жилу, минус. Тем самым уже появится возможность подключать это устройство ко всем вашим устройствам, которые вы будете создавать сами. Опять же. через разъем тюльпан. На сам фонарик припаиваем вот этот вот разъем. Как здесь показано. Соответственно, минус на боковой контакт, плюс на центральный контакт. Вот. Дальше. Дальше. подключаем аккумулятор к вот этому тюльпану с помощью проводов. Вместо старых батареек выпаиваем контакты. Все подключаем опять же через стандартный резистор, который на нем есть. Подключаем к самому устройству. С одной стороны. А с другой стороны подключаем аккумулятор к тюльпану. Соответственно, зарядка данного фонарика будет через вот этот разъем 3.7 вольт. А нагрузка будет уже идти через вот этот резистор. Вот он подключается к центральной ножке тумблера. Выключать там условно ближний и дальний. Либо выключать свет вообще на центральной позиции. То есть у него трехпозиционный тумблер. здесь элемент отражающий. светодиод. Здесь в данном случае полоска. Проверяется это все легко. При подключении аккумулятора при правильном подключении фонарик будет светить. При заря... Опять же лучше не оставлять его надолго включенным, так он разрядится. Заряжаем с помощью вот такого вот устройства. Заряжается он до той поры, пока автоматика, которая находится вот здесь в плате самого аккумулятора, я ее не выпаиваю, специально вставляю. То есть я вот эти клеммы плюс и минус подключаю непосредственно к тюльпану и от этого тюльпана уже плюс-минус самого фонарика. Дальше. Вся электроника здесь остается от телефона, то есть когда заряд достигнет приемлемого уровня, электроника отключает зарядное устройство, соответственно аккумулятор не перезарядится, не вздуется и ничего с ним не будет, если использовать обычную зарядку от телефона. Вот параметры зарядки всегда здесь написаны, ну, по крайней мере на старых телефонах здесь писалось. Лучше, конечно, использовать ту зарядку, которая была на телефоне. Заряжается этот фонарик легко и просто можно индикатор впаять какой-нибудь вот такой с кнопкой светодиода, резистор, два провода там и кнопка для индикации проверка заряда есть, нет. Опять же, на сам блок питания тоже самое можно впаять. Таким образом получается фонарик, который держит заряд, светит довольно прилично и является хорошим помощником. Причем вот этот аккумулятор хватит значительно на дольше на большее время, чем вот этих пальчиковых батареек, которые идут в стандарте. Соответственно, это сэкономит значительную сумму денег. Ну, придется, конечно, приложить усилия. Сколько держит этот фонарик в зависимости от состояния аккумулятора? Лучше, конечно, брать аккумулятор посвежее. Старые аккумуляторы, они имеют малую емкость, ненадолго будет хватать заряда. Однако, все равно будет работать, если аккумулятор и электроника в нем живая. Моего аккумулятора, тут стоит аккумулятор от Nokia, хватает на неделю, если его использовать ежедневно, по несколько минут. Его хватает, даже на большие на две недели. Если длительно использовать, то чаще надо заряжать. Но суть в том, что получается универсальное устройство, которое не требует ни батареек, ничего, просто подключаешь его к зарядке, он возобновляет свой заряд и можно дальше им пользоваться. Даже если он подсядет, он просто будет тусклее светить.